Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ Новости в студии работает Олег Соловьев. 27 декабря на 47-м году жизни скоропостижно скончался Вайлошников Михаил Александрович. Будучи одним из основателей радиостанции ДЛСФМ. Михаил оставался ее бессменным главным редактором. Коллективы ДЛСФМ и Десна ТВ выражают свои искренние соболезнования родным и близким. Отпевание состоится 29 декабря в 10 часов утра в церкви Воздвижения Креста Господня поселка Якимовичи. В субботу 26 декабря в здании администрации Десногорска состоялось награждение участников избирательного процесса за поправки в Конституцию Российской Федерации. Грамоты и медали членам территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий вручил председатель ТИК Десногорска Михаил Хоботов. От имени членов избирательной комиссии Смоленской области и от себя лично благодарю вас за компетентность, выдержку и твердость духа, ставших верным залогом высокопрофессионального проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Смоленской области. Голосование за принятие поправок в Конституцию России проходило 1 июля. Всего же 15 избирательных участков города работали на протяжении 7 дней. Отречительная особенность прошедших выборов – особые эпидемиологические меры. Это награждение стало частью подведения итогов территориальной избирательной комиссии города за последние 5 лет. Полномочия избирательного органа в его нынешнем составе окончится с приходом 2021 года. Кто будет в новом составе ТИК, уже решила территориальная избирательная комиссия Смоленской области. Согласно этого постановления избирательной комиссии Смоленской области, новая комиссия в составе 7 человек назначена. Председателем территориальной избирательной комиссии назначена Хромченкова Ольга Борисовна. Полномочия Михаила Хоботова в качестве председателя избирательной комиссии города Десногорска истекают 31 декабря 2020 года. Одним из немногочисленных творческих мероприятий нынешнего года стал фестиваль-конкурс созвучия мирного атома. Проходив в заочной форме в ноябре, в нем приняли участие музыканты из атомных городов России, Венгрии и Республики Беларусь. От Десногорска выступили воспитанники Десногорской музыкальной школы имени Глинки. А город занял в этом конкурсе второе место. Организатор фестиваля «Фонд содействия развития муниципальных образований Ассоциация территории расположения атомных электростаций» дарит нашим обучающимся денежные сертификаты магазина музыкальной литературы «Дом-НОК» города Санкт-Петербурга. Сертификаты и дипломы участников 26 декабря получили 8 человек – юные музыканты в возрасте от 10 до 14 лет. Они достойно выступили в четырех выбранных номинациях – фортепьяно, народный инструмент, инструментальный ансамбль, струно-смечковые инструменты. При этом участники отметили специфику выступлений в условиях пандемии. Часто бывало так, что школа была закрыта, и мы не могли встречаться вместе и нормально проводить занятия. А по дистанционке проводить занятия – это очень сложно. Побеждать могут все. Если могут, если они этого хотят, если им это нравится, то обязательно тогда победишь. Музыканты надеются на улучшение эпидемиологической обстановки и скорейшее возвращение к полноценной учебе. В завершении выпуска прогноз погоды. 29 декабря в Десногорске пасмурно, снег с дождем. Днем минус один, ночью минус пять. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова